Итак, сегодня будем говорить о вытягивании шелковой нити. Почему-то это упражнение вызывает большие сложности. В любой позиции руки первые, в любой позиции не участвуют в движении ни плечи, а не в пассиве, ни локти, а не в пассиве. Здесь локоть он всегда свисает, всегда, в любой позиции, здесь ли, здесь ли, здесь ли, он всегда свисает, как будто грузик привязан назад. Локтевой сустав свисает вниз, в землю. Работает лао гун, если делаете правильно, у вас начинает шевелиться дантями, оживает. Внутрь. Раз, два, раз, два. Здесь все свободно. Не копытом машем. Идет палец за пальцем. От мизинца к большому, как вверх. От большого к мизинцу. От мизинца к большому, от большого к мизинцу. В эту сторону. От мизинца к большому, от большого к мизинцу. Раз, два. Раз, два. Вот это движение. вытягивание шелковой нити не наматывание шелковой нити вытягивание потому что в оригинале две женщины встают примерно на расстоянии такое одна держит кухон другая аккуратно начинает вязким легким движением наматывать это на пальцы если нить провисает она рвется под своим весом если движение дискретное рваная нить тоже рвется движение спокойное мягкое не рваная не дискретное пересмотрим власть абсолютно ровная нормальная поверхность как будто кистью выписываем локоть на месте в эту сторону или в эту сторону этого не важно и так при работе с противником это уже будет вот такое вот мягкое забирающее движение оплетающие двигаемся я спокойно держу не так